Итак, какой расход топлива на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport 2016 года? Значит, вчера заправил полный бак до момента, когда отщелкнул пистолет на заправке. Сигнализируя о полном баке, значит, проехал, смотрим, включаем компьютер. Значит, проехал 591 километр, ну, почти 600 километров. Значит, осталось 80 проехать на этом топливе. Значит, средний расход был 11,7. Хочу сказать, что это несколько не так. Где-то было приблизительно 10,8-10,5. Значит, режим езды где-то был от 100 до 140 километров в час я ехал. Но не могу сказать, что ехал экономно, достаточно агрессивно, пришлось обгонять. Постоянно ваневрировать, потому что была узкая дорога, там, двухполосное движение. Одним словом, это не из лучших манеров езды. Поэтому был вот такой, приблизительно, расход топлива, который я сказал, где-то там 10,6-10,7. Вот. Но, опять же, скорость была 100-140. Но, в основном, 100-120, 140 там иногда просто было. Значит, получается, что на баке, значит, вот указана экономия, да. То есть, вот эти все пять лепесточков, они все прозрачные. Ну вот. Когда хотя бы один из них будет заполнен, зеленая краска, значит, мы уже едем не так экономно. В данном случае все, как видите, прозрачные. То есть, автомобиль указывает об экономном режиме. Но, на самом деле, это все-таки слегка не так. Просто все-таки я ехал и использовал все возможности автомобиля. Поэтому я уж точно знаю, как я ехал. Поэтому возвращаемся назад в меню. Поэтому хочу всем сказать, которые, людям, которые любят этот автомобиль, которым нравится, которые на нем ездят, что заявлено, все-таки заявленный расход топлива, который был указан производителем. И это все, причем я ехал не на автомате. Можете себе представить, сколько бы брал в этот момент автомат. То есть, у меня, например, расход здесь указан 11,8, хотя это все-таки там слегка не так. Но в автомате, я думаю, что он брал бы все 14 литров. Потому что, в принципе, так оно и было на предыдущей модели. То есть, эта модель нифига ничем не отличается. Никакой экономией не отличается. Точно так же жрет нефть, как и предыдущая модель. Уже все производители давно перешли на экономные виды автомобилей, на какие-то новые двигатели. Здесь новый двигатель 2,4 дизель. Но жрет он точно так же, как и предыдущий. Единственная разница в том, что просто двигатель, конечно, более приемистый. Особенно на механике. И это указано, все данные, на механической коробке передач. Не на автомате. Комфортная езда раз. Очень глухо работает. Это, конечно, порадовало. Не устаешь от шума. Сами понимаете, кто имеет дизель на автомобиле. Всегда разница в том, что колотание мотора тракторного, оно, конечно, все равно отдается в салон. В данном случае, конечно, производители сделали шаг вперед. И намного удобнее и намного комфортнее стало в этом автомобиле передвигаться. Все остальное ничем не отличается. Но еще бы хотел сказать, что сидения, которые в этом автомобиле, они тоже сделаны так, что реально удобно ехать. И не хочется выйти там после 200-300 километров для того, чтобы размять спину. Очень даже комфортно себя чувствуешь в дороге. Ну, еще раз повторяю, не нужно путать механическую коробку с автоматом. Потому что механическая коробка, чтобы все знали, там крутящий момент всегда больше. И дури всегда тоже больше. Это ощутимо на любом автомобиле. Те, кто берут автомат, он, конечно, получается, во-первых, он задумчивый. Начинают втыкать, особенно если ты совершаешь маневр и педальку начинаешь до полика давить, то, конечно, пока он там пару секунд или секунду подумает, что ты хочешь от него, то ты уже включишь себе и третью передачу, и какую там захочется. И это, конечно, очень ощутимо при совершении маневров. Поэтому реально расход этого автомобиля, я считаю, что... Мои наблюдения дали то, что он берет 10 литров приблизительно по городу. За городом он берет почти такой же расход, если ты едешь от 100 до 130 км в час. С большей скоростью я еще не пробовал, но в скором времени, я думаю, что, может быть, даже дней через 5-7 попробую на автобане. Езжу я очень быстро, километров 180 км в час, и на предыдущей ездил, и на этой тоже. Буду также передвигаться, поэтому всем, кому интересно, какой будет расход там при 170-180 км в час, конечно же, появляйтесь на канале и будете знать настоящий расход этого автомобиля. Именно объективно, не тот, который заявляют производители, это все похоже просто на их какой-то розовый сон, где они хотели вот именно создать такой автомобиль, который будет брать совершенно иной расход топлива. В данном случае у них это получилось только во сне. В реальной жизни это все фонарь, вот, поэтому не тешьте себя тем, что, прочитав описание этого автомобиля, вы уже, не знаю, передвигаетесь со скоростью 160, и у вас расход топлива 6,5, этого наверняка не будет. Вот, поэтому готовьтесь к тому, что в автомате оно будет брать 14-15, это однозначно. Как бы вы там ни крутили на нем, ни экономно, ни ехали, вот, но на механике, конечно же, десятку она и брала, предыдущая модель. Вот, так она десятку и берет. Поэтому в следующем видео я вам скажу, какой был расход при скорости 160-180 км в час. Всем хорошего настроения. Пока.